привет вас один из моих зрителей задал мне ну как бы сказать такой интересный провокационный вопрос я вообще всего весь зачитаю и сделаю видео ответ на этот вопрос итак вопрос человек обращается ко мне александр у меня такой вопрос как думаешь стоит ли вообще жениться после 30 очень большой процент разводов и бабы сейчас только нервы трепают и денег хотя отвечает это мои субъективные я считаю что жениться надо взять серьезно нет я не спорю сейчас масса гражданских браков хотите оформлять это ваше решение тоже самое касается свадьбы пожалуйста с размахом делать можно его скромно это тоже ваше решение но лично мое мнение даже желательно до 30 уже иметь семью и вопрос если вас дети нет детей тоже ваше решение есть замечательные знакомые очень хорошая семья они принципиально но мужчина решили что детей в них нет не просто так решили осознанно нет это понятно ну просто да это арсомент мест знакомый который опять опять же это очень не да у меня 5 лет я опять не планирую вот действительно такое по этой причине я считаю если есть жена это очень замечательно сейчас мы с ним еще ну понимаете какая ситуация в любом случае вам всегда нужно я бы сказал эмоциональное общение сейчас я объясню да время от времени вы ругаете с женой да ну понимаете какая ситуация ну смотрите это в фильмах так можно прийти в бар выпустить бар выскать поговорить с барменом ну прекращайте фильм в реальной жизни это не смешите меня то маловероятно в крайнем случае можете получить финнгаут все что вы можете в баре быть а туда вы поговорили ну не обязательно ругаться эмоционально но вам нужен собеседник да жена с вами ругается да такое тоже ну понимаете в чем интересный курьез ну не знаю как то но принципе вот такие как бы беседы разговоры может не всегда гладкие но и чертовски хорошие они дают разрядку вам и вашим партнерам серьезно серьезно причем по большому счету не бывает конечно так скандалы сложные бывает просеньки поет быстро сдыхать это все все жизнь жизнь а вот если это нет смотри какая ситуация если это все нет человек это накапливает 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 срывается или наоборот убивать так что эта проблема существует колоссальная ну еще что если уж так говорить смотрите в любом случае даже если это в нем падает глаза то со временем понимаете как муж жена действительно стоит это целый и даже если время от времени не ну кажется уже прошло столько времени ну что все равно все равно чего-то не хватает всего чего-то хочется но все равно вот даже такая мелочь вроде бы рядом соседней комнате все спокойно уехал на полчаса ты понимаешь что это чё ты не хватает серьезно не знаю как это описать и как это понять но это действительно чертовски существует чертовски нету я конечно уже поставить жена довольно долго честно говоря у меня даже сложно представить тут не принялись я не могу вспомнить когда или представить что мне нет ну не могу вот мыть да она всегда есть да ругаемся да мир а стану его четко не было а это жизнь это нормальная жизнь да время от времени грубо говоря я ее раздражаю это тоже вот это тоже надо это надо позарез потому что знаете даже некоторые психологи что для того чтобы хорошо помириться хорошо вы уже поняли надо хорошо посолиться серьезно это серьезно поэтому ну с моей точки зрения какая ситуация я знаю что есть некоторые которые ну поставим не ну как бы любовь это ваш выбор но не знаю мне кажется это хуже понимаете вот это постоянно ротация на нас вносит свой хаос и тогда на каком-то этапе вот я говорю вот это эмоциональная связь к вам относятся как типа вы относитесь а эмоциональная связь но она очень чертовски вы даже не представляете это вот нельзя с экономической точки зрения писать она позарезно когда вы действительно но самый классика жанра это вам вы живете женой 30 40 и вас еще остались темы поговорить вы даже не представляете насколько это шикарно потому что ну поймите какие бы не были друзья это друзья какие бы не были все бутыльники какая бы не была ваша любовница там что касается развода ну смотри какая ситуация я я не понимаю зачем разводиться вот чисто не понимаю по той простой причине что мне кажется что всегда развод это хуже другой стороны обратный то действительно если встречаетесь девушкой ну там и спарки принципе если скажем так если вам с ним не интересно ну не надо или не интересно есть ну не надо с этого делать что скажем так если вам степо слюбиться слюбиться чтобы потом будет лучше это не сработает если самого начала она не срабатывает потом от эти вот потом появятся дети не 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 действительно возможность встречи колоссально если самого начала вас нет но такой эмоциональной связи ну не знает то не ничего ну не надо тогда не жениться ну понятно вы разведетесь но если есть ну а теперь про экономию насчет денег совет всем мужичкам смотрите если у вас есть жена хорошая хорошая не любовница сразу не спутайте а то некоторые любовница здесь вообще не подходит жена у вас будет шикарная карьера шикарный сервис давайте хорошая жена даже если она не занимается хозяйством думать и месяц она вам помогать войти в любом случае когда вы или занимаетесь бизнесом делать это есть моменты когда вам надо поговорить но вы не можете вы поговорить про это есть посторонний мифе как не может мало там некоторых случаях действительно надо выигрывать опять же бывает в некоторых случаях вам наша вас поддержали причем не в течение дня чинил ходов к ситуации было ну понять не бывает же все идеально бывают моменты его вы никак не можете принять решение любая чина или ситуация вас вам надо поддержка тоже морально хороших тогда действительно делать ну а насчет того про разводе как делить имущество даю совет но жена василия горбеля написала целую книгу на юрист как составить брачный контракт пожалуйста может стать между прочим я понимаю что у нас это не принято но я знаю сейчас молодые люди это делают ну просто вот вы действительно вас серьезно вас вы действительно поговорить если самом начало вы сможете договориться пускай вы начали говорить про брачный контракт и начался конфликт ну может тогда действительно у вас нет нормальной эмоциональной связи но если вот вот такой но если вы действительно поговорили серьезным почему что здесь и проблем по моему проблем нет если он действительно замечательный жених и замечательная невеста то такие мелочи как ой брачный контракт это не а вот такие мелочи как на какой курорт мы будем ехать отдыхать и мы не можем никак это не будет определить вот это уже классная семейная шикарная дай боже вам всегда ругаться с вашей женой с вашим мужем на одну тему куда же мы поедем отдохнуть во флориду или калифорнию или в ниццу никак зараза решить не может ну и самый главный вопрос на своей яхте чай арендуем так что удачи